Всем привет! С вами снова Лёша! В сегодняшнем видео давайте посмотрим на вот такой рекордер фирмы TASCAM DR-40. Итак, поехали! Давайте начнём, как всегда, с комплектухи. Посмотрим, что же у нас внутри коробочки, откроем всё это дело и видим... видим пенопласт. Но перед тем, как перейти уже непосредственно к пенопласту, мы вытащим вот эту коробочку картонную. Здесь у нас даны мануалы. Открывать мы их, конечно же, не будем, а просто отложим. И второй бокс. А здесь уже у нас всё более интересно. Здесь есть сам рекордер, а также проводочки USB для подключения к компьютеру. Батареечки три штуки AA идут в комплекте, они уже вставлены в машинку, и ещё идёт карточка SD на 4 гига. Она также установлена в рекордер. Ну как-то так. Пробежимся по корпусу, рассмотрим кнопочки и разъёмы на девайсе. На передней панели экран со встроенной подсветкой. Слева и справа от экрана находится индикация режимов записи, а также пиков. Под экраном находятся управляющие кнопки для выбора источников, а также режима записи. Кнопка остановки, воспроизведения и старта записи, а также целый бублик из кнопок чуть ниже. Тут есть всё, что нужно для комфортного серфа по менюшкам и управления прибором в целом. Левый бок. Здесь расположены разъёмы для подключения наушников, выбор настроек для XLR входов, можно выставить режим линейных подключений, обычные микрофоны, а также подать фантомку, если вы используете кондёр для записи. Переключатель HOLD, блокирующий любые нажатия кнопок. Далее идут кнопки для регулировки входного усиления. На правом боку расположен разъём miniUSB. Он нужен для считывания информации с карточки, а также отсек под карту формата SD. На задней части располагается встроенный динамик и резьба под накамерную стойку, а также отсек под батареечки. Снизу рекордера мы находим разъём для подключения пульта управления, а также два комбо-входа Neutric для внешних подключений. Сверху есть пара микрофонов, пишущих в системах X, Y, а также AB. Такие микрофоны рассчитаны для работы с громкими источниками с давлением вплоть до 125 дБ SPL. Кстати, при выборе дефолтного положения XY стереопара ещё и надёжно защищена от всякого рода физических воздействий небольшими рамками, установленными здесь же. Так много всего, ну впрочем, как и обычно. Так что давайте пройдёмся по порядку и для начала поговорим про характеристики. Можно записывать до четырёх каналов в качестве 96 килогерц на 24 бит, а также моно и стерео. Записывающие форматы включают mp3 от 32 до 320 килобит вафф и радиовещательные вафф форматы. Здесь, как вы знаете, всё вполне стандартно. Если надо записать какой-то длинный кусок, то жертвуем качеством и пишем в mp3. Если же надо сделать запись по-богаче, по качественнее, то пишем всё сразу на несколько каналов и используем вафф. Опять же, если мы затронули вопрос по поводу свободного места, тут всё зависит от вас. Сегодняшний приборчик поддерживает SD или SD-HS карты объёмом до 32 гигабайт. Как же обстоят дела с управлением в целом? Управление довольно простое и, что называется, интуитивно понятное. Так что вместо того, чтобы рассказывать вам о том, как правильно нажимать Enter, давайте сразу поговорим о функциях, которые скрыты в глубине этой коробочки. Начнем давайте с режимов записи, поскольку здесь есть целых четыре входных канала. Надо рассказать про это поподробнее. Как и на тех же зумах, обзоры на которые вы можете найти у нас на канале, тут доступно сразу несколько режимов записи. Во-первых, это Dual режим. Примечателен он тем, что вместе с вашей главной дорожкой он пишет backup запасную дорожку, но с более маленьким уровнем. То есть если вдруг на записи появляется перегрузка, то у вас есть возможность избежать её, используя дополнительную записанную дорожку. Ну довольно удобно. Далее следует четырёхканальный режим. Тут всё, я думаю, понятно. Пишем сразу четыре источника. Это XY или AB башка, а также сигнал с двух комбо входов. Последним же, но не по значению, идет режим овердаба. Овердаб это функция даббинга, то есть для последовательной записи инструмента в один файл. Да? А вот и нет! Здесь даб работает немного иначе. И записывает он звук не на исходную дорожку, а в новый файл, тем самым давая возможность переиграть непонравившуюся вам партию. Так как рекордер четырёхканальный, то и состоять такая композиция может из четырёх различных мелодий. С овердабом можно записывать целые песни, не имея под рукой компьютера, а также группы в полном составе. В общем, классная штука для разного рода творчества. С записью мы как-то с вами, но разобрались. Теперь давайте к остальным функциям. Начну с того, что при желании в самом рекордере можно сделать миксдаун из всех дорожек и, скажем, из четырёх отдельных файлов сделать стереотрек. Сведение проводится с учётом настроек уровня, панорамы и эффектов, установленных для каждого канала. Также имеется функция Peak Reduction Auto Level и Limiter. Суть у всех одна и та же. Сделать уровень вашей записи нормальным, без пиков, но и не слишком тихим. За исключением Limiter эти функции являются автоматическими, что значительно упростит жизнь начинающим пользователям. Также во время воспроизведения можно активировать фирменную фишку Tascam, которая называется VCA. Это функция, которая ускоряет либо замедляет воспроизведение записи без явного изменения питча. Такая вещь может быть полезна при тех же репетициях или тренировках. Из оставшихся функций это эффекты реверберации, которые можно накладывать как на уже записанные куски, так и на дорожки с ещё не записанным материалом. А также имеется функция автозаписи, которая начинается после преодоления громкости заданного порога. Ну скажем, в тихой комнате кто-то начнет говорить. Ещё есть отложенная запись, которая позволяет запускать рекодер по истечении нескольких секунд. Функция закольцовки Loop, а также эквализация при воспроизведении. Есть функция установки маркеров. Можно их устанавливать вручную или же задать автоматическую установку. В одном файле можно установить до 99 маркеров. Ещё лимитер, о котором я говорил выше, а также лукат, в котором можно настроить частоту его работы. Ну и ко всему прочему, внимание музыкантам, здесь имеется хроматический тюнер. Давайте поговорим о реверберации, которая здесь, кстати, тоже есть. В сегодняшнем приборе есть свой процессор, который позволит накладывать стерео реверс эмуляции различных помещений. Всего имеется 6 различных пресетов. Кстати, эффекты можно накладывать как во время записи, так и на этапе воспроизведения. Ну что, я вижу, что вы там уже немножечко притомились, поэтому я предлагаю вам сделать небольшую паузу и послушать голос, который был записан на вот этот рекодер. Послушаем, как рекодер будет работать с голосом. Запишем всё на встроенные микрофончики. Они сейчас установлены в конфигурации XY и направлены на меня. Будем читать стихи, друзья. А вы напишите в комментариях мне автора, а то, ну, надо же знать. Робин Бобин кое-как подкрепился натощак. Съел теленка утром рано, двух овечек и барана. Съел корову целиком и прилавок с мясником. Сотню жаворонков в тесте и коня с телегой вместе. Пять церквей и колоколен, да ещё и недоволен. Как-то так. Ну а вот и наступило время долгожданное настоящих тестов, в которых мы будем писать музыкальные инструменты. Давайте что-нибудь запишем, используя вот этот рекодер. Ну что, сейчас давайте послушаем, как вообще рекодер будет писать у нас звук. Пишем всё на четыре канала. Записываем XY гитару Андрея. Также у нас приходит два микрофона в третий и четвёртый канал. Это микрофон, на который звучит мой голос, а также перкушен. И следующий канал это Кахон Димы, который мы подзвучили также конденсаторным микрофоном. Ну что, поехали? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну как-то так. Как итог. В сегодняшнем видео мы рассмотрели вот такой рекодер фирмы Tascam с большим количеством различных функций на борту. Можно писать особо громкие источники, есть поддержка карточек до 64 гигабайт, а также до 15 часов непрерывной автономной работы с выключенным фантомным питанием от трёх батареек типа АА. А также есть возможность питания по USB-шине или с помощью опционального адаптера систем питания Tascam, ну конечно же, который докупается в комплекте. Вспоминаем про интересные функции, я говорю про Overdub, который станет лучшим другом музыкантов-одиночек, про ревер, обработку и пост-обработку, а также возможность подключить два полноразмерных XLR. А на сегодня всё! Всем пока и до скорых встреч! Как итог... как итог... мы имеем... мы имеем... как итог... в сегодняшнем видео мы... Я ещё раз? Да. Я запустил... опять стежки? Да! Ну а теперь с интерактивом! Давай!